Шестой класс, тринадцатая серия. Решение задач. Чему равна разность квадрата суммы кубов чисел 2 и 3 и квадрата их суммы? Надо сначала составить выражение. Так, разность – это последнее действие, которое надо будет выполнить в этом выражении. Выполняю действие. Уменьшаемое – это квадрат суммы кубов чисел 2 и 3. Вычитаемое – это квадрат суммы чисел 2 и 3. Так, выполняя действие, получаем ответ. Значит, здесь будет сумма кубов – это 35. В квадрате – 1225. Квадрат 5 – это 25. Значит, 1225 минус 25 получится 1200. Ответ – 1200. Задача вторая. Сколько натуральных чисел, меньших 32, не кратных ни 2, ни 3, ни 5? Надо рассмотреть все натуральные числа от 1 до 31 включительно. И назвать те, которые будут не кратны, ни 2, ни 3, ни 5. Четные числа сразу надо исключить. Нечетные, которые оканчиваются на 5, тоже исключить. Кроме того, те, которые делятся на 3. И останется 9 чисел. 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 и 31. Вопрос «Сколько чисел?» Ответ – 9 таких чисел. Задача третья. Птичка улетает и прилетает в гнездо с кормом каждые 2 минуты. Без корма она летит со скоростью 3 метра в секунду, с кормом 2 метра в секунду. Далеко ли она летает за кормом? Обозначим вопрос задачи за х. Допустим, х метров расстояние в одну сторону. В одну сторону за кормом она летит х делить на 3. Вот столько секунд она летит по дороге туда. Время на дорогу обратно х делить на 2, а всего 2 минуты или 120 секунд. Теперь надо решить это уравнение. Дополнительный множитель 2, дополнительный множитель 3. Получится 2х делить на 6 плюс 3х делить на 6. А здесь будет 120 умножить на 6. Х равен 144. Итак, расстояние, которое пролетает птичка в одну сторону, 144 метра. Задача четвертая. Пассажирский поезд проходит расстояние от пункта А до пункта Б за 10 часов. Скорый поезд, скорость которого на 40 км в час больше, проходит это же расстояние за 6 часов. Найдите расстояние от пункта А до пункта Б. Обозначим скорость пассажирского за х, х км в час. Двигаясь с такой скоростью, за 10 часов он пройдет расстояние от пункта А до пункта Б. Скорость скорого на 40 больше. И за 6 часов он пройдет такое же расстояние. Так, теперь надо решить это уравнение. Надо раскрыть скобки 6х плюс 240. Затем вычесть и слева, и справа от знака равенства 6х. Слева будет 4х, справа 240, значит х 60. Х – это скорость пассажирского поезда. А надо найти расстояние от А до Б. Значит, надо найденное значение подставить либо в это выражение, либо в это. Результат будет один и тот же. 600. Расстояние 600 км. Задача пятая. Из 15 спичек построена фигура. Можно ли убрать одну спичку и переложить 4 спички так, чтобы образовалось 12 квадратов? Да, это возможно. Например, эту спичку убрать, а вот эти 4 спички переложить. Так, например, одну спичку, так, вторую таким образом, так, третью спичку и четвертую. Значит, получится 9 квадратов, которые состоят из одной части. Показываю внутреннюю область каждого такого квадрата. Квадраты, которые состоят из одной части. Таких квадратов будет 9. Кроме того, будет еще 3 квадрата, которые состоят из 4 частей. Так, показываю зеленым цветом вершины 1. Так, теперь показываю синим цветом вершины 2 такого квадрата. И красным цветом показываю вершины 3 такого квадрата. Так, и получится как раз 9 плюс 3 – 12. Вопрос «Можно ли?» Ответ «Да, можно». Например, так, как показано на рисунке. «Можно ли?» Продолжение следует...